Дворы бывают разными. Есть совсем крошечные, а есть и такие, куда выходят подъезды сразу 12 многоквартирных домов. При этом каждый двор важен и заслуживает внимания. Для того, чтобы определить, какие дворовые территории необходимо благоустраивать в первую очередь, и был запущен проект народного интернет-голосования. Причем это уже второй этап реализации инициативы, развернутой под эгидой партии «Единая Россия». Первый этап был проведен весной. Проражает число участников. 66 тысяч жителей, которые зарегистрированы в портале госуслуг. То есть это не годы какие-то, которые в этой понятной записи входят, которые прогнозовали за реализацию своих дворов, 130 дворов, мероприятий по комплексам благоустройства. Причем здесь была достаточно серьезная позиция со стороны Дворотома. Мы знаем муниципальное образование, где более трех дворов набрали более 100 голосов реальных жилых регистрированных людей. При этом те дворы, которые в ходе интернет-голосования набирали более 50 голосов, автоматически включались в областной перечень по благоустройству на 2018 год. Было отмечено, что благодаря широкому освещению народного голосования в средствах массовой информации, число голосующих должно достичь 1 миллиона 300 тысяч человек. То есть проголосовать должен каждый пятый житель области. Само голосование стартовало на портале Добродел 17 октября и завершится через 10 дней. От нас, уважаемые жители и собственники, идут запросы. И мы получаем пожелания, в том числе в результате этого реформируется программа нового устройства дворов и территорий на основании тех запросов, которые вы даете. И я должна сказать, что действительно Московская область является одной из первых инноваторов, которые напрямую работают жители. После окончания народного интернет-голосования будет сформирован перечень дворов, подлежащих благоустройству в 2018 году. А уже виды необходимых работ предстоит обсуждать непосредственно с жителями. Всего на портале Добродел для голосования доступно 7,5 тысяч адресов. Можно легко найти свой и проголосовать за него. Правда, есть ряд исключений. В списке нет дворов самых свежих новостроек, где придомовая территория пока еще остается в собственности застройщиков. Также в нем нет ветхих домов, которым предстоит переселение и снос.